Напоминаю, что я очень простой провинциальный учитель, и поэтому те человека-веды и человека-веда заинтересованные, кто сегодня решился прийти на вот эту встречу, должны относиться к тому, что сейчас вот на этой встрече я попытаюсь представить критически, в лучшем случае в позиции официруемого, поскольку все будет очень непросто. Можно сказать, даже драматично. Но с самого начала вот этого скромного вклада моего в библиотечное дело, я всегда подчеркивал то, что вот медосмысл подобных встреч не в том, чтобы вы здесь искали прямые ответы на какие-то сущностно решающие вопросы, на то, чтобы вы прежде всего, конечно, пытались в безусловной, много раз уже прозвучало, в безусловной тайне вашей абсолютно уникальной индивидуальности и не случайности в этом мире, прежде всего, начинать, по крайней мере, с точки зрения философии, не с точки зрения, например, богословия, ну и религиозной системы в целом, а именно с точки зрения философии, начинать диалог с самим собой. Потому что, в общем, слава Богу, в философии случилась постановка, очень серьезная постановка проблема того, что мы с вами все-таки потеряли пропорциональность своей истинной сущности. И вопросительность подобных мероприятий связана с тем, чтобы, ну, исходя вот из моего актуального состояния, из инерции, из инертной системы моей психики и сознания вот начинать путь от моей самосознающейся яйности с точки зрения философии к моей все-таки истинной про-яйности. Понятие про-я употребляется в целом ряде философии, феноменологии, например, если кто-то немножко знаком. И вот этот путь стоит того, потому что, по крайней мере, с точки зрения философии, особенно сегодня, потому что мы с вами все-таки с точки зрения диагностики философии живем, пожалуй, в самый трудный и самый решающий период истории человечества. Где с точки зрения философии, ну и слава Богу, в каком-то смысле с точки зрения невоспринятой в 20 веке науки вытеснивая из стандартных моделей, это, прежде всего, квантовая физика, источник искусства, где мы с вами должны, в общем, решать вопрос последней ясности. И, конечно, как в отношении истории, в которую вы родились, и я тоже, так и в отношении того, что в любом случае имеет функциональное отношение к этой истории, то есть к проблеме человека. Сегодня мир асимметричен в плане пессимистов и оптимистов, и, конечно, в бытовом сознании большинство супервологических людей все-таки больше агроматические оптимисты. И это очень хорошо. В этом есть витальный потенциал у человека. Витальный – это дарованная вам биосоматикой рождения в жизнь, ну и какими-то психическими предрасположенностями. Хуже быть пессимистом. Пессимист – болезнь, где надо бороться. И прежде чем начать, я хочу обозначить вот пафос решающего момента с точки зрения философии Юрий Спасчеркин. Философия – это особый вид общественного сознания, особый тип интеллектуальной такой вот среды человечества, особая форма культуры. Ее надо отличать от других, хотя в этом скромном сегодняшнем сообщении я постараюсь тоже в той или иной степени тренировать. Но говоря об этом решающем эпизоде, в который мы с вами попали, блажен, кто посетил всем мир и его минуты роковые, с моей точки зрения у нас есть какой-то актуальный шанс связать вот проблему этой ясности с одной стороны с особой спецификой философской нашего региона, Калининградской области, Калининграда, поскольку здесь родился и совершил чудо философского подвига, с точки зрения философии, самый лучший философ в истории человечества, по крайней мере, нового времени, Эммануэл Карт. В его философии есть то, что можно назвать форточка или дверь в антологию надежды. антология это вот такая бытийная, волновая, что ли, вот, функция. Поскольку Карт не был идеалистом розовым, он понимал, что, в общем, история человечества это история, ну, скажем, грандиозных вот испытаний одновременно сопряженной с грандиозными ложными вот векторами движения. И он предложил свой уникальнейший проект вот прорыва, прорыва буквально вот в эту так называемую надежду той антологии, какая больше всего соответствует нашему бытовому понятию жизни, истинной реальности или то, что именуется философией сущностной реальности. Сущие это то, что есть на самом деле и то, что невозможно обойти, если можно симулировать, можно создать фейковую параллельную реальность, такую векторность, но сущностная реальность это и есть то, что в конечном итоге имеет отношение к философской категории истин. Вот, слава Богу, Кант случился здесь, а мы с вами сегодня российские люди, живущие здесь. И это хороший повод, потому что Кант, в общем, космополитичен, ну, скажем, одновременно второй аспект актуализации с позиции опыта абсолютно уникальной русской философии. Да и всей русской истории постараться вот в той или иной степени, используя шанс попытки России все-таки вырваться из того, что с точки зрения диагностики западной философии все-таки является 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 то, что они все время именуют метафорикой смерти, вырваться, вот, соединив повторяющий раз, ну, две динамические, вот, две динамики, но только, естественно, это будет возможно при условии, что мы с вами станем очень хорошими. Вообще философия признана к тому, чтобы сделать нас хорошими. Вообще всякая истина может быть только связана с тем, что мы будем хорошими, а если не будет истины, то будет ложь, а ложь всегда делает нас нехорошими. Вот, сделав на этом акцент, поскольку вам предстоит, если вы терпите до конца столкнуться вот с этим проектом так называемой ясности в конце, последней истории ясности, простите меня за эту вот агрессию учительскую, но я напоминаю, что у меня такая профессия, тяжелая профессия, я вынужден тут наседать, учить стулья, это не очень хорошо, поэтому лучше те, кто не готов, лучше избавиться. Я тут выступаю не как философ, я очень скромный ученый, признаюсь в участии, даже никакой, наверное, но я такая профессия учителя, и поэтому я все то, что вычитываю, почитываю в книгах, я все это просто-напросто рефлектирую и интегрирую в мое учительство. Такое скромное, прискромное, давайте вот, исходя из этого. Ну, конечно, Кант, вот, прежде всего, в контексте сегодняшней второй части проекта под названием «Человек», вот философия и «Человек» в ней, он важен как раз в том плане, что он однозначно совершенно в кулисах нового времени, когда уже стали создаваться, ну, скажем, совершенно внятные философские проекты о том, что такое человек, начиная от «Табула-Раза» в духе, там, философа Джона Лока, ну, и заканчивая, скажем, вот от проблемы Монады в духе Ленинса, ну, и других, или просто все-таки, что мы с вами обречены быть «Homo sapiens», то есть существо разумное, Гант поставил вопросительный знак, потому что он посчитал, что в общем ни в одной из этих систем философских нет ответа на вопрос. И он всю свою судьбу философскую мучился над поиском ответа на вопрос, что такое человек. Что это предполагает? Ну, вот, посмотрите, пожалуйста, на мою анкету, которую я проводил с ребятами, с которыми работаю в университете, я попросил их провести анкетирование своих там знакомых или незнакомых, поставив им вопрос, что не считают человека. И вот привел вам некоторые примеры из ответов опрашиваемых корреспондентов вот у этих ребят. Видите, какие ответы? Лена, 51-го года, отвечает, что это существо, которое умеет любить и ненавидеть. С точки зрения истории и философии это потрясающая интуиция. Почему? Потому что вольно или невольно вот Елена, незнакомая мне корреспондентка, ну, скажем, озвучила систему параменида античности, который считал, что все так называемые природные элементы, четверица знаменитая, которую, вы знаете, то есть так называемые вещественные агрегатные состояния, как их понимали древние, объединяются в конечном итоге в том, что сегодня минуется принципу дириального единства мира, объединяются друг с другом только через любовь и разъединяются только через ненависть, которая, согласно, ну, скажем, парамениду, порождается именно человеком. Параменидовская концепция космоса интегрирует в природность окружающего нас мира то, что я буду все время актуализировать. С моей точки зрения, последний шанс дать бой стандартной цивилизационной модели интегрирует человека. Обратите внимание, прежде всего в обострении проблемы способны мы любить или не способны, потому что ненависть станет поводом для разъятия единства чуда этих природных первоэлементов, объединенных в чудо вещественных жизни, в которые мы с вами родились. Больше такой жизни нигде нет, но, может быть, каких-нибудь далеких одноразвежных системах она есть только здесь и сейчас. Анатолий к 10-м он довольно просто, потому что, конечно, вот эта формула Анатолия она повод для того, чтобы расслабиться. Если мы принимаем стандартную модель эволюции, я не противник эволюции, просто я считаю, что эволюция построена на принципе случайных мутаций, слава богу, что очень многие ученые давно стали подвергать сомнению, это очень сомнительная модель в отношении нашего появления на свет. Но то, что изобряя приматов, конечно, высокоразвитых, это просто может успокоить. Если во мне действует эволюционная матрица, то можно и сознание расслабить, и раствориться в этой приматной телесности. Вера потрясающая, 20 лет, они говорят, что это свобода. Но тут возникает проблема, самая трудная для многих философских систем, определение специфики, сущностной специфики понятия свободы. Вот мои вопросы, например, у многих даже серьезных мюканек старшего возраста, как они понимают свободу, большинство из них почему-то считают, что свобода это даже первым делом не ответственность, хотя бы если говорить с точки зрения схожей морали, а это превысит делать то, что я хочу. Хотение не может быть свободой, с точки зрения философии. Хотение означает то, что во мне что-то хочет, что заставляет меня хотеть. Это причинно-следственная обусловленность. Свобода может быть только вне параметров детерминизма. Когда я в самом деле не причинно-следственно обусловлен скажем, своим телом, или своими психическими акцентами. Вот мне это интересно, я поэтому реализую интерес к свободе. Нет, нет, это все-таки не в правилах философской дисциплины, такое отношение к свободу. Роман 20 лет вот объявил, это, кстати, студент, я его, надеюсь, я его, вот он объявил образы подобии. Это то, что в общем принадлежит традиции известных вам религиозных систем. Александр гениально вдруг кучка космической пыли. Какая такая эроничная, немножко горькая метафора. Но даже если космическая пыль, то, конечно, кучка не может быть случайной. По законам физики ваша космическая пыль в вас, которая собралась в определенном корпускулярной целостности, она абсолютно не случайна. Ваши частицы собрались, потому что у них была память друг об подруги. Еще знаменитый парадокс и одновременно ну скажем принцип Розена, Подольского и Эйнштейна, разработанный в конце 20-х годов, сегодня, прошлого века, оно абсолютно принято современной атомной физике. Он говорит об этом. Вы здесь не случайны, абсолютно не случайны. Ваша материя здесь, организованная в корпуску, чудо в вашей органике абсолютно не случайна. Так что эта кучка, это большая кучка, это грозная кучка. Военный 19 лет очень интересный, это потрясающий ответ. Мальчишка 19 лет в армии или может быть учиться в училище военном. Он говорит о совокупности душ. Он что, конечно, ребята не могли мне прояснить, что сторонник даже психоза, то есть переселения душ, но то, что с точки зрения даже ну скажем фундаментальных физических взаимодействий, если вы приписываете своим частицам то, что можно хотя бы назвать душевной симпатией, то есть духовной энергийной симпатии, это очень сильно, потому что с точки зрения даже всякой учености мы с вами душами в той или иной степени всегда остаемся связанными друг с другом. Вот почему колокол звонит по тебе, пишет, ну Джон Дон, напомню вам простую аналогию, вот когда говорит о том, что если кто-то умирает, тогда вена с ним происходит умоление имеется ввиду и тебя самого, потому что они все считают смерть нередитивной. Даша очень хорошо, девочка Лидич, она себя еще идентифицирует как вот она точно совершенна, конечно же это каждый из вас молодец Даша но она безусловно в самом начале своего пути движения в судьбе она реализует то, что можно назвать премудростью родившееся чудо жизни. Вы знаете, дети они имеют право на премудрость, потом они могут быть обделены ею, премудрость может быть украдена, редуцирована нашими воздействиями, но дети проявляют премудрость в том, что они чувствуют незримости тем, что они переживают правильно сказки фольклорные прежде всего не новые там даже не литературные а вот те сказки которые потендуют на право самой глубинной мудрости наших предшественников дети любят и сожалеют о жизни о смерти колобка дети чувствуют тайну Василисы Премудрой и беззаконность Кощей Бессмертного и так далее но видите Александр 21 года это буквально наука с точки зрения правда нестандартного подхода к науке человек это маленькое вселенное конечно этот тезис был давно уже философия предположена еще древние греки все время настаивали мы микрокосмы мы микрокосмы но мы в качестве нашей сущности равны макрокосму то есть вся вселенная во мне и в принципе я являюсь перекрестком всех силовых полей вселенной обратите внимание даже в этих наивных немножко ответах задается проблема моей сопричастности и моей интегрированности в тайну всего меня окружающих если попытаться объединить множество систем культурных вот как в них можно проследить это очень словно динамику развития представления человека о человеке вот хомо ну вот видите я тут вез некоторые вещи я не буду их комментировать это займет слишком много времени вот видите вот маленькая вселенная это конечно вот хомо космикус то что можно назвать этим определить в этой трибутике но все-таки подводя итоги тому что случилось в истории развития представления о человеке многие цепляются за хомо сапиенс но с точки зрения философии в общем проблема сапиенти мудрости и способности быть разумным давно же в общем подвергнута сомнению философы в общем сегодня лишь немногие серьезно относясь к состоянию дел в современной цивилизации серьезно в общем считают что мы с вами разумны но скажем больше возникает особенно в западной философии возникает контраргумент мы безумны повторяю вас это одни а это не я я это вас уверю но то что в общем Ницше объявил то что нам не избавиться от того что мы с вами называем homo protestatis человек воли к власти на фоне обостренного индивидуализма безусловно каждый из вас все таки чувствует как ему хочется чтобы он был значим это такое своеобразное проявление что ли ну пусть локальный или даже пусть такой большой что ли вот встремленности психологически приняты в современном мире шоу конкурсы голоса рейтинги вот того чтобы занять там какое-то место с точки зрения повторяю вас Ницше это абсолютная детерминированность логикой как он считал правильной природы человек это функция оживущая в нем волей к власти прежде всего в западной философии прежде всего в постнадомийской этот исходный тезис является для всех антропологий для всех человековедческих систем но правда одновременно это связано с тем что мы с вами вошли в какую-то очень сложную игру homo ludens человек играющий понятия игры я сейчас не буду это сложное понятие даже философы с которыми я работаю в университете ну в одном специальном курсе они с трудом способны до конца понять сущность этой игры игра означает то что я всегда нахожусь в очень сложной как правило бессознательно обусловленной динамике взаимоотношения с тем где я все время оказываюсь подпрысником какого-либо воздействия за которым трудно очень проследить с точки зрения нашей способности рефлектировать вот например самым простым проявлением игры является интерес конечно можно говорить об интеллектуальных интересах это тоже своеобразный такой вот момент но все-таки главные игры связанные с тем это прежде всего массовая культура где ваши души души или сердца скажем чувствуют себя в эстетическом удовольствии переживают эти игры могут быть мое глубокое убеждение на тему в книжке написал по свету барокко они могут быть чрезвычайно опасными с игрой конечно нужно быть осторожным хотя мы обещали с точки зрения все-таки философской культуры сегодняшней на игру но в игре нужно быть всегда очень-очень осторожным нельзя заставить нельзя допустить того чтобы я стал игрой в руках анонимных ну скажем разрушительных деструктивных таких вот растворяющих мою истинную сущность сил ну или хомосоматинус то есть человек тела западные философы в основном конечно французы давно уже обозвали нас с вами телами больше ничего нет ну еще бы если доминирует стандартная модель природоцентризма что нам еще остается все остальное есть производное тело в той традиции которую я постараюсь немножко защитить все наоборот ваше тело производно от чего-то ну по меньшей мере от сознания но и в этой связи вопрос все-таки что я что я почему он важный те кто был на первом занятии помните я там настойчиво пытался объяснить понятие эссенциальности в логике эссенциальность означает такое свойство носителя без которого носитель не может быть своей истинной сущностью вы скажете что такое истинная сущность в случае философии у всякого есть так называемая истина вот там истина дерева если дерево будет жить вне истины дерева оно или погибнет ну или деформируется или мутирует там вне дерева вот это логическая эссенциальность означает бытийный essence латинское бытие вот почему вот стена вопрос о том имеем ли мы право сегодня говорить о том что мы способны пробиться с точки зрения не искусства а прежде всего философии пробиться вот в то что философия считается необходимым исходным примарным принципом самоидентификации если мы говорим о каждом из нас то это решение вопроса о эссенциальность потому что мы можем владеть у нас много других свойств в логике их называют акцидентцы акцидентальные они тоже важны там сексуальность важна там экономизм важен но насколько это эссенциально вот если Фрейд говорит сексуальность не дать людей нише она эссенциальна нише говорит власть воля к власти эссенциальна нам нужно думать насколько они правы создавая свои человековедческие правила сегодня вопрос эссенциальности то есть того что делает человек человеком является решающим ну просто потому что хотя бы с точки зрения самого простого определения культуры культура это делание в переводе даже с латыни это делание но делание даже с точки зрения грамматики всегда связано с субъектом который делает культуру делает каждый из нас мы я сегодня даже уже трудно сказать мы скорее всего надо говорить я в силу того что мы с точки зрения опять же человековедческой традиции сильно подорвана мы в какой-то степени стали заложниками вот нашей какой-то окунутости в самих себе но для того чтобы решить вопрос эссенциальности или вот этой примарности по правилам философии такого направления философии как герменевтика герменевтика это наука понимания если я хочу добраться вот вы пришли я не знаю чего ожидаю конечно если вы хотите добраться то главное условие даже воспринимая меня по законам теории понимания это то что есть во мне уже как пред то есть предчувствие если моё чувство абсолютно не реагирует например на на джаконду или вот на то что то тогда у меня нет возможности начинать путь мне надо сначала пред создать вот пред это это может быть не только предчувствие это уже пред понимание ведь вы сами понимаете что вы уже что-то и даже много понимаете если вдруг вы пришли сюда чтобы ну с точки зрения учительства ученики все должны меняться ну меняться то то для этого необходима предность я в своей практике учительской мучительно работаю над этой предностью потому что вы думаете просто найти ее невозможно сейчас найти и когда там потому что детям не интересно или у них вообще отсутствует ну скажем то что можно назвать вот такой вот первичная такая вот способность ответственная и направленная дедукция то есть когда они все-таки когда вы что-то воспринимаете уже чувственно я уж не говорю про то что вы начинаете это осмысливать вы всегда находитесь в ситуации встречи вашего преда с тем что вы пытаетесь понять но если пред разрушен если душа говоря языком Гоголя мертва если я захвачен той чистотой моего телоцентризма или моей биосоматики или психосоматики из которой я не могу выбраться потому что чтобы случилось понимание с точки зрения вот этого направления философии я должен войти в новую чистоту я должен хотя бы на какое-то время вырваться из этой моей предности но она должна быть потому что если не будет то некуда выходить этим объясняется например то что сегодня большинство из нас все-таки уже совсем высокомерно относятся ко всему опыту ну хотя бы там скажем так называемые не вписывающиеся стандартные образцы опыта истории это когда мы ругаемся на Гоголя говоря о том что Вия нет что он все придумал но с точки зрения философии это не случайное воображение за этим стоит какая-то реальность весь вопрос как мы можем понять эту реальность Вий как образ есть а он что станет за этой реальностью вам решать но если вы изначально скажете что Вий это абсолютная фантастическая выдумка абсолютно не имеющая никакой референции то есть отнесенности с какой-то реальностью то вы тогда проявите вашу предность не собирающийся еще заниматься или непредность в отношении бедного Гоголя вот это пред очень важно потому что в конечном итоге судьба решения вопроса человека все-таки с точки зрения философии истины человека зависит от того сохранилось ли ну вот в человечестве в коллективном что ли вот сознании без сознания это предность почему-то русские философы считали что все-таки русский человек эту предность способен сберечь даже несмотря на самые страшные испытания все философы серебряного века в общем верили вот этот потрясающий монет все философы западной традиции сегодня говорят о том что истины нет этого понятия вообще оно уже отменено в постмодернизме у каждого своя истина потому что каждый абсолютный индивид и все решает сам но это не философский это признание философской смерти это не философский оптимизм вот почему они говорят что мы мертвы субъект мертв кричит там фуко но я еще не буду говорить про это вот почему если вы хотите меня так немножко еще таки серьезно воскринять то подумайте об этой преданности в принципе путь вот в философском отношении от своей яйности к своей про яйности или к моему истинному я если оно во мне есть с точки зрения многих философов включая Канту оно во мне есть должен начинаться с того что я должен все таки разбираться со своим предом если мой пред аллергически относится ко всей истории скажем России считая что Россия страна потерянная как считал например долгое время Чадаев то тогда во мне преда осталось надо этот пред куда-то находить его что ли а если учителя не могут этот пред вложить то беда когда греки поняли что они гибнут не все поняли только поняли там мудрые греки ну типа вот например Сафокла или там Сократа ну или там других когда они поняли что они гибнут они в общем создали невольно появился по законам искусства создали определенный совершенно жанр трагедия и в трагедии например в трагедии Этипа царь Этип Тереси это самый мудрый провидец согласно греческой мифологии который встречается с Этипом Этип это исторический субъект каждый по закону греческого уравнения микрокосму есть качественное отражение и равность макрокосму каждый из вас царь каждый царь если вот в этом уравнении но Этип будучи царем он в общем был тот царь который согласно повторяющей вот этой трагедии думая что он думает и думая что он понимает и думая что он видит на самом деле не понимал не думал не видел он не увидел например своего отца и убил его он не увидел своей матери и жилился на ней он и когда Тересик к нему пришел как главному антропологическому представителю трагической начавшейся трагедии Греции она погибла как культура погибла как вы знаете но при встрече с Этипом он в 177 он говорит увы как страшно знать что от знания нам пользы нет о том я крепко помнил да вот забыл иначе не пришел Тересик знает тайну человека и тайну Этипа но он не верит в то что Этип не способен в своей предности ответить на его вещевание хотя сам Тересик был вызван Этипом чтобы тот помог ему ну скажем вылечить болезнь мира в котором Этип правит это в контексте трагедии хотя вы должны понимать что это сама Вселенная сам космос это Фивы и видите как Этип говорит он актуализирует проблему предности и очень серьезно ее актуализируют но на что он рассчитывает например Софокл на что можно нам сегодня постараться хоть немножко начинать рассчитывать с точки зрения вот опыта трагического опыта начавшейся гибели серьезной культуры он рассчитывает как вы понимаете я имею ввиду Софокла и других там Схила он рассчитывает на то что вам известно он рассчитывает на катарсис на очищение то есть то что вы Этип уже не не справится Этип погибнет он себя ослепит в конце жизни признав то что он слепой изначально был он скажет на меня на это обрек рог ничего подобного если вы внимательно посмотрите на ход развития действия у Этипа был перекресток где он мог выйти из рога я с ним буду не помню так но они писали свои трагедии как педагогику потому что собирались греки которые уже попали в ложную чистоту в ложную волну бытия и попали они по вине что многие из них стали Этипами основные и вот Софокла собирает греков в амфитеатре во время денисийских праздниц показывают драмы Софокла на что рассчитывается как это описал Аристотель и правильно сделал но рассчитывается что мы с вами все испугаемся первым делом глядя на то что происходит с Этипом мы идентифицируем себя с тем что с ним происходит и мы начнем пугаться самих себя сначала мы испугаемся ааа так снились а так страшно видите как важно иметь пред способный испугаться с точки зрения теории катарсиса а что же потом а потом я должен найти то что именуется в теории трагедии я должен найти симпатии то есть сочувствие в отношении того что переживает Этип в синхронности моего чувства при общении к Этипу это и называется я попадаю в ситуацию возможного очищения если вдруг я не испугался я не имею шанса начинать переживать сочувствие имеется ввиду не просто сочувствие что мне жалко Этипа нет я в себе открываю Этипность если я молодой крепкий сильный мужик который двери в то что он все правильно делает и что он не даст своим женщинам погибнуть самая страшная фраза в американском кино you can save your will ты не спасешь своих женщин Этип хочет всех спасти он хороший и он думает и он думает что он знает как спасти но он в конце концов не находит правильного решения потому что виной того что происходит является он сам трагедия означает что каждый в той или иной степени участвует в той или иной степени сопричастности к этому с точки зрения современной философской диагностики вы живете в мире глобальных кризисов в принципе в жанре в общем уже начавшейся трагедии и конечно же в значительной мере раз слушая Этипа затронул я процитирую Этип хочет узнать я должен знать свое происхождение он хочет все-таки узнать что он в своей эссенциальной сущности и хор который олицетворяет коллективное сознание вот в таких вот произведениях он кричит очень важно для понимания нашей попытки он кричит рок твой учит меня Эдит а понимание он учит если мы с вами все-таки серьезно пытаемся найти выход из сложных ситуаций которые продолжают в том числе быть сегодня развиваться даже включая вот нашу собственную нам надо серьезно использовать шанс современной России но для этого нужно выйти из чего-то и очень серьезно и как это сделать просто упорствовать вот в уверенности что наш исторический опыт там две победы над тем что невозможно победить там и так далее и что считать то что создает нам право расслабиться что не дорогие мать простите меня конечно нам нужно вот ну если хотите внутреннее очищение ну как это сделать если многие преды уже заблокированы для этого если даже на уровне очень серьезных ну скажем в иерархии государственных людей происходят вещи которые вам известны это невозможно и конечно а почему происходит но с точки зрения опять же опыта философии все таки мы должны исходить из того что что современная цивилизация соответствующими влияниями на современного человека все таки обусловлена таким странным почти мистическим доверием к естествознанию я пощеркиваю еще раз к стандартному естествознанию к современному стандартному естествознанию в тех моделях которые в том числе преподаваются в школе хотя хочу посчетнуть то что мы с вами должны начинать хоть в какой-то степени учитывая вот проблему все таки науки проблему веры и в конечном итоге проблема проблем каждого индивидуального доверия чему-то вот смотрите что происходит сегодня с точки зрения все таки серьезного отношения к науке да она породила техномагию которую мы с удовольствием пользуемся но с точки зрения фундаментальных теорий современной науки техномагия не может быть поводом для того для уверенности что она основана на правильном понимании законов природы напомню вам что когда в начале двадцатого века макс планк открыл планк об этом в школе тоже все говорят Эйнштейн произнес одну фразу она в его автографических заметках приведена это было так точно из-под ног ушла земля и нигде не было видно твердой почвы на которой можно было бы строить и что важно да начали серьезные физики многие из них хорошо известны выстраивать нечто что должно было воспринять последствия открытия кванта напомню вам что что согласно кванту квантовой теории мы с вами попадаем в ситуацию ну скажем потрясающей связи человеческого сознания в аспекте в том числе способности человека наблюдать нечто с самой природой прежде всего с микромиром такая связь от которой никуда не деться с точки зрения квантовой физики знаменитые парадоксы квантовой физики вы можете их уточнить парадоксы суперпозиции или парадоксы скажем там знаменитого опыта с двумя с экраном с двумя щелями это все можно прочитать или будущее но все самые ведущие квантовой физики принципиально обостряют проблему взаимоотношения природы прежде всего в ее микромирной специфике то что мы с вами не видим и сознание с точки зрения сегодняшнего положения дел вот эти слова Эйнштейна полностью в общем адекватны сегодня в общем у науки из-под ног ушла земля и в этой связи в какой-то степени может быть подтверждается знаменитое библейское для многих может быть таинственное находится в книге бытия я просто посчитаю для тех кто может быть все-таки библиоцентрично немножко ориентирован то что можно назвать возвращение науки в круге змея вот в книге бытия глава 3 когда Господь Бог говорит я запретил тебе есть Адаму говорить но есть означает то есть я запретил тебе так быть вот так как будто ты сейчас стал быть а там сказал жена которую ты мне дал она дала мне от дерева и я ел и сказал Господь Бог жене что ты это сделала жена сказала змей бальстил меня и я ела и сказал Господь Бог змею ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою вот это тобою это и есть парши если хотите Адам потому что тайна змей это тайна сознания сознание говоря языком ну скажем русских традиций геометрических символики это сознание горизонтально змей ползирует пользуясь возможностями сознания что-то утыкаться и пытаться это освоить и между женой и между семенем твоим это древо познания добра и зла то есть наука в качестве и между семенем ее то есть жены это сама тайна жизни и оно будет поражать тебя в голову поразило с точки зрения фуко смерть субъекта то есть а ты будешь жалить его в пятку вот конечно я не буду сейчас тоже комментировать но если вернуться к сафоклу то жрецы когда увидите что мир болен филы больны чума мор кричат ему помоги восстанови свой град и вот в этой связи я хочу все-таки обратиться опять же к опыту доверия наука и так далее например те же квантовые физиков потому что все они в той или иной степени повторяю все самые ведущие там Вильгель Пауэлли Поль Дирак Вернер Гейзенберг и так далее все они стали кричать что квантовая физика обязана изменить отношения природы что стандартные модели должны быть пересмотрены Гейзенберг пишет в своей работе на русский язык физика и философия если квантовая теория не вызывает возмущение возмущение имеется ввиду как так что такое хотя бы первую реакцию видите пред то не может быть чтобы ее правильно поняли вероятно я так плохо говорил что никто не понял о чем речь это в книге Гейзенберга в которой он цитирует речь Нильса Бора от 1952 года на конференции по атомной физике в Копенгагене и Нильс Бор прочел вот такую революционную надежду что после второго года уже физика расчет принять отношение к сознанию и природе лекцию и увидел что на нее никто из присутствующих по-настоящему не отреагировал и он был жутко разочарован как это представлено в книге Гейзенберг в общем-то в какой-то степени мы с вами возвращаемся на фоне постановки этой проблемы к тайне которая давно уже была поднята в истории это тайна сфинкса ну или тайна сфинги и вы знаете что наверняка знаете должны знать что ответ на вопрос на загадку сфинкса это человек человек который ставит проблему в этой загадке проблему того что то что мы с вами именуем природой если не напрямую то хотя бы в очень серьезном аспекте взаимодействия влияние действует на природу в тайне сфинкса вообще вся природа является объективацией человеческих способностей я понимаю что это парадоксально но с точки зрения даже вот того о чем мы кратко говорили в отношении вот физики которая не состоялась в новой физике поскольку и не сбор и есть надеялись на эту новую физику но это прорыв к философским основаниям повторяю еще раз потому что это прежде всего попытка вернуть наукоцентризм прежде всего к проблеме сознания человеческого поскольку если это сознание действует вот в плане ну скажем принципиального принципиального фактора для незримых квантовых микронирных реальностей деструктивно то это путь в никуда в разрушение в саморазрушение романтики например в 19 веке это Гюстав Мурой вознаметная картина в рейтинге как природа сфинга прижалась к груди исторического субъекта копье означает по законам риторики художественной мысль как я должен мыслить копье должно точно попасть цель или лук или стрела это все знаки которые надо знать Иван Царевич убивает кощей бессмертного как вы знаете маленькой иглой которую он добывает вставляет лук и попадает только так можно убить мыслью сознанием простите так вот видите когда она приезжала с ним и говорит ну дай мне правильный ответ ты никак не можешь дать правильный ответ чтобы я дальше жила вы знаете что когда согласно мифу риторик встретился с сфингой он ее убил он отгадал загадку что это человек это была загадка сфинкса но сфинги сфинкса одно и то же но он фактически сказал я тот кто способен тебя убить поэтому она кинулась и покончила с собой кинулась и сказал в этой связи вот я хочу привести маленький пример того как мы все таки ну например даже с точки зрения стандартных моделей физики прежде всего классической физики ньютона все таки можем с вами ну хоть немножко я понимаю что это абсолютный риск но отнестись например к проблеме строения солнечной системы вы ее хорошо знаете хотя она полнота это отмечают все астрономы но почему например там уран лежит на боку почему Венера имеет такую горячую атмосферу почему у Меркурия сбита вся мантия это все планеты я имею ввиду кроме урана почему например на Марсе точно была скорее всего жизнь много признаков потому что планеты земной группы но почему они все мертвые кроме земли почему земля к оси эклиптики повернута под уклоном она вращается почти на 24 градуса что такое можно ли это объяснить по законам классической механики это должен быть идеальный космос где все планеты находятся в состоянии того что называется гравитационная равновесие но древние например те же в мифе говорят о том что Фаэтон сын Гелиуса он сказал папе папа да я не надо учиться жизни и украл у него колесницу то есть право управлять жизнью если вы малые вселенные вы малые солнца вы управляете жизнью что он сделал он не научаясь жизни устроил мировой пожар он нарушил гравитационные взаимоотношения по закону всемирного тяготения это привело к полной дестабилизации идеального космоса где все уравновешено но когда эта дестабилизация случилась Гера Земля потому что все остальные уже загорелись закричала помоги спаси хоть меня и Зевс разрушил Фаэтона так называется по меньшей мере не в стандартных моделях например есть версия астероидного пояса как обломка Фаэтона тоже была планета возможной земной группы что случилось случилась дестабилизация первого закона Ньютона когда система находится в состоянии равновесия инертные системы она нарушилась по второму закону Ньютона кто виноват Фаэтон человек микрокосм он ее нарушил но благодаря скажем тому что все таки сработала вот сработала сила стабилизации равновесия дорушила но за счет того что ну скажем планеты земной группы пострадали сильно буквально фатально в какой-то степени только Земля осталась я понимаю что об этом в учебниках не пишут это спорно но об этом миф почему древние так 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 целенаправленно назвали эти планеты вот соответствующими именами Меркурий Венера потому что все эти персонажи играют серьезнейшую роль в судьбах космоса но а времена это планеты это времена физика вы тоже физика равновесное состояние это когда вы здоровы неравновесное состояние вы заболели нужно равновесное нужно лечить и вот гравитационное лечение случилось и осталась только Земля я не исключаю я не могу это мое убеждение я очень серьезно я не могу признать то что на Венере не было жизни весь водный океан ушел вот в этот кислый ядовитый пар который ее окутывает при температуре больше 300 градусов по Цельсию откуда я хочу ясность вы мне этого не можете объяснить и в учебнике мне это не мне там дают только параметры Венеры дают параметры других планет но не объясняют почему что это так что привело к этому какие логики могут это объяснить только какие-то гипотетические я никуда не могу длиться от того что в проблеме моего сознания я в той или иной степени соотнесен со всем о чем мы сейчас говорим и поэтому мне нужна ясность последняя ясность я не могу жить смутно если я не понимаю до конца теорию большого взрыва но я не понимаю ее до конца потому что она вроде стандартизирована и есть какие-то доказательства косвенные я не могу ее принять в той степени в какой она написывается кроме если не знаю насколько вы в астрономии заинтересованы кроме варианта квантового образования квантовой за счет за счет за счет того что ее кто-то отквантовал я имею создал ее из того что виноватся физики вакуумом ладно я немножко вас конечно перезагрузил проблема того что мы с вами все таки в той или иной степени интегрированы в то что мы считаем с вами все таки независимой объектной природы давно была поднятой философией ну например в схоластическом споре средневековья это спор между реализмом и номинализмом если попытаться этот спор еще раз вам напомнить но очень простой весь вопрос сводится к тому есть ли за именем то что напрямую связывает это имя с конкретной сущностной реальностью и как в этом участвуют согласно этому спору возможности моего разума мои так называемые интенции если это просто когда я смотрю на другого человека например на женщину смотрит мужчина есть ли в этом смотрении наблюдатель проникновение в истинную сущность женщины то есть имя женщины есть я смотрю и говорю вот это женщина и потом я начинаю на нее наблюдать и в этот момент идут мои интенциональные акты мои преды и реализм говорит нам необходимо прорваться к истинной сущности женщины вот к ее эссенциальной сущности номинализм говорит мы уже не прорвемся имена просто чистые фикции за которыми не скрывается никакой реальности и не надо пытаться прорваться в этом суть спора почему он так важен в философии потому что номинализм победил он победил мы не серьезно относимся к языку мы не знаем значений слов но мы пользуемся номинально этими значениями это спор очень важен в конечном итоге он имеет отношение к попытке ренессанса увидеть истинную сущность женщины например в тайне джаконды она не зря изображена на фоне пейзажа природного тайна джаконды это тайна природы но кто на нее смотрит я смотрю на нее и в данный момент решается судьба джаконды улыбнется она улыбкой жизни или улыбкой смерти если во мне пред уже смерть тогда скорее всего я увижу там смерть я ее даже задам джаконды она просто ждет как сфинга или сфинкс просто ждет так же как каждая из девочек ждет своего наблюдателя супруга будущего в идеале она ждет увидеть меня потому что я сама себя увидеть не могу мне нужен наблюдатель который мне скажет ты есть жизнь а не просто сексуально привлекательный объект вот она ждет это природа с точки зрения скажем если мы с вами в общем попали в плен собственный субъектоцентрической ложности неэссенциальные специфики то мы будем видеть только собственные проекции вот почему многие философы стали обвинять не только всю культуру но и самих себя в философском нарциссизме так называемый гнасиологический познавательный нарциссизм я познаю только от того что я в тайне моего сознания проецирую себя у вас есть математика вы можете наложить ее на любую систему природы но математика это нечто идеальное статическое а природа она движется все время там все время виды движения различные я могу наложить что и сделала стандартная модель физики физика стала вызовом сегодня в общем осталось только наверное два шанса с моей точки зрения для человечества это все-таки правильно понять физику потому что те кого я упоминал они все хотели чтобы культура изменилась в человекоцентрическом смысле что человек отвечает за все прежде всего в дисциплине своего сознания потому что большинство понимает что мы с вами мыслим в категории то что я самоосознаю отражаю оно адекватно тому что отражается ошибка я отражаю то что я способен проективно воспринять в моем преде трудно я говорю я знаю что очень трудно поэтому можно убежать это трудно но я решил себе трудно сейчас не спел немножко развлечь но сейчас быстро с моей точки зрения одна из самых больших опасностей философии родилась того кого считают основателем современного рационализма это знаменитый философ Декарт Декарт успокоил вас он сказал да человек есть существо мыслящее и он мыслит в адекватности того что касается природы окружающей это большая хитрость Декарта я даже не знаю читал ли он предшествующих философов сколластов которые понимали что все не так просто спор между универсалистами и номиналистами но Декарт как сказал я считаю что здесь была хорошая хорошая доза иезуитов которые участвовали в этом он сказал почему философ имеет право сказать что мое отражение моя мысль правильно отражает существование и то что через мысль это существование становится моим существованием то есть я реально живу потому что с точки зрения философии я являюсь моя жизнь является производная того что я понимаю вот вы живете в полностью векторности вашего понимания и поэтому так важный вопрос он говорит я мыслю если я просто мыслю я существую и во мне уже есть вложенное Богом говорит он врожденная способность правильно обмыслить он как будто возвращается в архаическую Грецию где в самом деле соответствующие принципы видимо некоторые из вас знают доверились космическому нусу каждый мужчина найдет свою женщину кору корус найдет потому что космический нус космос изначально правильно создает силовые поля движение каждого мужчины в его жизни он уже направлен правильно к своей коре то есть к его женщине а я просто она его ждет а женщина это мировая душа она способна правильно узнать своего мужчину называется коллаготический принцип античного космоса Трагедия началась после того, как колокогатия, то есть прекрасность чувственная, которую я воспринимаю, и благо, которое скрывается за формой, которую я считаю прекрасной, нарушена. Но там был мировой ум у греков. Там не было индивидов. Все индивиды были встроены в коллективную мировую разумность. Поэтому мужчине не надо было заниматься философией. Сократ появился во времена кризиса. Мужчина должен был просто в локальности своего, там Афин, там, да, или там ФИФ, сказать, о, вот она моя кора. Потому что она для меня прекрасна. И пойти к ней. А его кора сказать, да вот он точно. Это все узнается в том, что можно назвать внутренней гармонии, а помните равновесие, где все со всеми уже найдены. Декарт сказал, достаточно, у нас уже есть, мы можем начинать проект нового мира. Я считаю нового времени, я считаю, что это одна из самых больших ошибок в философии. И одна из самых больших искушений. Но оно работает, если вы откроете словарь, там написано, что есть истина. Истина есть, истина есть, субъективный образ объективной реальности. То есть равенство субъективного образа объективной реальности. Кто вам сказал, что мой субъективный образ изначально при моих мыслительных операциях даст мне истинку? Где мой предок, где наши преды? Вспомните Канта, которого испугался даже рассудка. Он сказал, мне нужна свобода от рассудочной деятельности, мне нужна свобода, которую я нахожу в совести, которая для меня необъяснима. Моральный принцип. В этой связи, конечно, я вынужден напомнить вам, что в нумерологии, которая так важна была для старых философий, Пифагор был математиком, все они были. Вспомните Платона, который говорит, да не войдет сюда ни геометр. Они понимали, как геометрия мира в принципе принципиально зависит от наблюдателя. И тайна наблюдателя отражена, конечно, в числовой символике. Восьмерка – это число бесконечности. Мы с вами находимся в центре восьмерки. Нам нужно крутить вселенную в тайне нашего сознания, потому что мы интегрированы. Шестерка – это полный отказ от этого кручения. Три шестерки и шестьсот 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 – это число зверя. В апокалипсе – это богослово. Это можно назвать так. Это отказ от зодиакализации воли. Это когда я принимаю весь зодиак в свою волю. То есть вселенная входит в меня через электромагнитные излучения, окружающие меня созвездии. Это отказ от соляризации сердца. Фаэтон – сын Гелиуса. И это отказ от селенизации воображения. Селенизация воображения означает, я должен предельно серьезно контролировать свое воображение, свои фантазии. Вот выбросы, особенно бессознательности, вот в то, что создают во мне какие-то образы, потому что фантазии, воображения реализуются. Они овеществляются. Эти тонкоматериальные порождения в конечном итоге при соответствующей воле становятся… Напоминаю вам, что все открытия физики, решающие в 20 веке, были сделаны на умозрительном уровне. Вначале возникает теория, а потом начинается эксперимент по проверке теории. Вот особо начинается теория, а потом эксперимент. И если в теорию не вписывается, например, категория эфира, Эйнштейн говорит, я ее отменяю для своей физики. Вот Максвилл еще не отменял, она была там, когда эфир там был, а я уже отменяю, все. А где эфир-то? Есть он или нет вообще? Эфир есть? Ватой. Ну ладно, что-то. Проблема сознания, если не буду отгусывать, времени мало, но быстрее, я хочу вас все-таки избавить, потом может быть планическими вопросами и разберем. Понимаете, проблема сознания всегда была базовой. Для всех философий, которые, понимаете, даже у Декарта проблема сознания интегрирована, просто он считал, что наше сознание само собой, ну скажем, адекватно отражает так называемую протяженную субстанцию. Это окружающая у нас пространственная временная материальная реальность. Мы обречены на сознание. И если сознание, видите, как Гераклит пишет, мудрость заключается только в одном, признать разум как то, что управляет всем при помощи всего. Ваш индивидуальный разум, подвергните себя небольшому психоанализу, ведь вы понимаете, что ваши индивидуальные корпускули, вся история, вся природа сейчас локализована в тайне вашей индивидуальности. Вам некуда деться от этого. Это будет хорошо, если вы будете выходить из этой корпускулы и говорить, я способен любить людей, я способен их любить, я пошел любить. Это классно. Ну тогда вы вышли из вашей капсуализации, и вы вошли в другую мерность, где мы в самом деле единое, целое. Ну как туда войти? Две двери, повторяю еще раз. Я в конце, скоро буду заканчивать, этого маленького доклада вам продемонстрирую, который, с моей точки зрения, стоит, о них стоит подумать. Вот протагон. Видите, он говорит, человек создает мерность бытия, так же, как он создает беспредел бытия, то есть небытие. Кто отвечает за мерность? Как нам на движение сложных видов, на сложные виды движения в природе наше сознание интегрировать так, чтобы природа не собирала умирать, не собиралась умирать? Как нам избавиться от экологической чумы? Как нам вернуть цивилизацию к ответственности хотя бы за жизнь? Стандартные модели этого не позволят. Если я примат, и за меня уже позаботилась так называемая объективная природа, что мне остается делать? Даже Кант говорил, если в природе уже наложены все механизмы, тогда зачем политика? Это серьезный вызов. И сегодня, может быть, один из тех шансов, который... Потому что сама категория времени... Я уже не буду говорить про геометрию, то есть про пространство. Согласно традиции, человек есть целое время. И полная аннигиляция человека в его эссенциальной сущностной специфике приведет к тому, что время закончится. Видите, Августин, который прекрасно знал всю античную философию. Это первый такой христианский мыслитель, который решился очень сложно на такой квантовый скачок, что ли, в новое качество отношения к миру. И он пишет, что такое душа? Что такое время? Время – это производное от души. Если она способна еще тосковать, мучиться, но в традиции прошлого вспоминать. Душа несет в себе память о всей Вселенной, о всем космосе, согласно этой традиции. Вот почему проблема, скажем, все-таки античной надежды и последующей философской, на то, что мы способны в том числе спасти время за счет памяти. Вас вся история, с точки зрения. Но если мои преды уже заблокировали память, осталось только механическое, что мне делать? Вот почему сидит этот родиловский мудрец и думает, вот что делать-то, надо как-то искать этот выход. И поэтому гностики начинают орать в начале нового лета счисления, человек стал забыванием. Раньше он был воспоминанием, то есть можно погрузиться в свое сознание, исполнить все то, что душа несет в себе. А гностики говорят, что все уже забывание. В романе Маркеса «Стоит одиночество» на площади была прибита дощечка, там все люди заболели в Маконда болезнью забывания, на которой было написано «Бог есть». Чтобы те, кто пошел покупать в магазин или на площадь, не согласились с мнением Ниши, что Бога нет, что Он мертв. Кант проблему времени в том числе соединяет, конечно, прежде всего с тем, что в «Х» меня Кант уже признает то, что я себя не знаю. Слава Богу! Он говорит, что я стал «Х» для себя, я вещь себе для себя, не только природа, но и я сам для себя. Но Он говорит, у меня есть единственный шанс все-таки проверить, жив я как человек или не жив. Это задать новую причинность с позиции морального принципа. И Кант говорит, как это трудно, это невозможно почти, но это последний шанс. Я должен поступать так, чтобы максимум моей воли – это совесть. Каждое мгновение могло стать принципом всеобщего закона жизни. Кто решает вопрос будущего? Борис Николаевич, моя уважаемая коллега, которая меня сейчас так притекает, правильно делает? Лена, вон сидит Миша, вон там сидит Илья, я тоже. Куда мне деваться? По Канту. Он поэтому не говорит, поступайте. Он говорит, поступай ты. Как зовут? Оксаночка. Поступай, как Саночка, ты так. Когда он ко мне обращается, и к вам, ребята, решайте сами. Ну, то есть, простите, так ученикам. Простите. Вот почему тут есть повторяющие вопросы. Я с ним буду обращаться к Пауле, который, в принципе, все работы этих физиков переведены, кстати. Те, кто хотят присмотреть свои отношения, ну, скажем, к современной физической реальности, на основе этого. Вот почему они все возвращаются в проблему наблюдателя. А что такое наблюдатель? Наблюдатель – это тот, кто смотрит из сознания. Все зрительные нервы ведут в таламус. Это часть высшей нервной системы. Вы смотрите вашими нейронами. А там что в нейронах? Вы смотрите впреди. Если нейронные системы разрушены или не созданы, вы смотрите неправильно и убиваете реальность. Вы можете начать с убийства женщины. Сказать, ты хороший биологический объект. Мне этого достаточно. Или вы можете ей сказать, и тогда вы можете ее погубить. Даже если на ней женитесь и через три года бросите. Или вы можете ей сказать, ты тайна жизни, я буду тебя разгадывать. Это тоже наблюдение? Оно же реально. Чем вы смотрите? Морковкой или другим? Или все-таки надо смотреть в мол? Это серьезный философский вызов. Вот почему Кант наставил, чтобы все-таки ты, человек, решал, что будет всеобщим законом природы. Вот его знаменитая, но не очень, правда, ее любят, философы. Они сегодня стали все любить по стандартной модели природы, математики. Считаю, что это идеальная матрица, которая позволит познать истину. А Кант говорит, ребята, мы вполне вероятно... Вот почему этот закон поступает так, как если бы максимум твоего поступка, посредством твоей воли. Это действие совести. Я не хочу, но я должен. Потому что я не хочу. Все во мне не хочет. Я должен. Но в этой связи возникает проблема, которая часто разлучает Канта, он философ. Ну, например, с религиозными, ну, христианством, например. Потому что Кант говорит, да будет все-таки воля морального закона. И хватит ли этого? Вы сами понимаете, вот хватит ли вам, если вы все-таки хотите стать, ну, хорошим человеком. Я не знаю, возможно это вообще. Потому что я, например, очень плохой. Ну, учитель все-таки должен что-то такое говорить. Ну, возможно ли это? Когда все во мне говорить не хочу. И вот в этой связи, например, все-таки русская культура и русская философия ведет к этому порогу. Все-таки возникает вот эта вот мука преодоления вот самого себя. Это мука, скажем, которая отражена у Достоевского. Там молодой, крепкий, умный парень, мужчина, написал статьи там такие, публиковал, а потом взял и замочил старушку и ее племянницу. И убил себя, расколол себя. И приходит к нему девочка, ну, там, София, уже паршая, потому что вынуждена была продавать себя, потому что все мужчины что-то не могли справиться. И говорит, я буду читать тебе Евангелие, то место, где идет речь о воскрешении Лазаря. Ты мертвый, тебе надо воскресать. Вот если я мертвый, или, скажем, если мои преды все погубленные, могу ли я только в кантовской, вот, философской надежде, используя силу моей воли, если еще совесть вообще во мне распознается? Совесть – это то, что мне настойчиво говорит, и в свое время вступает в противоречие с моими, скажем так, причинно-следственными предзаданностями, желаниями, волями и так далее. А если нет, а я знаю, что я, ну, гибну, порочен, что мне делать? И тогда вот эта русская настойчивая – нет, ты должен получить другую энергию. Тебе нужна другая воля. И эта воля – единственный шанс спастись. И помочь спастись другим. Вот почему, с точки зрения философии, сегодня геополитика, которая складывается в мире России и остальным миром, и вы часть России, вам решать. В общем, решается. Вся западная философия признала девиц Ницше – Бог мертв. А русская философия говорит, если нет Бога, то нет и человека. Но это означает, повторяю еще раз, вы что думаете, что те, кто создают западную философию, они не цепляются за карты? У них это, может быть, одна из последних надежд. А русская говорит, надо еще, потому что, скорее всего, трудно будет не в моем автономном сознании, ну, скажем, просто вот так. Это трудно. Это постоянное противоречие. Она говорит, нам нужно. В квадровой физике есть такое понятие, потому что, с точки зрения квадровой физики, вы одновременно корпускулы и одновременно вы волны. Это так называемый корпускулярно-волновой дуализм нашей телесности, да и всего физического мира. То есть, вы попали в вашу корпускулу из-за какой-то волновой функции. Ученые не знают, что это за волновая функция. Они не могут ее, ну, скажем, наблюдать. Они описаны только математически. И благодаря отсчету этой математики создается техномагия современных гаджетов. Это все построено на соответствующих математических формулах, которые отказались от того, что мы способны наблюдать реальность. Она ненаблюдаема. Но она порождает, при попытке наблюдения, она реагирует на это наблюдение. И где мы считаем? И вот то, что является всем последним итогом развития квадровой физики, называется вектор состояния. Волновая функция, благодаря которой создаются нанотехнологические приборы, она описывается математически, но мы ее не знаем. С точки зрения, скажем, вот этого вызова, вы все тоже, будучи волнами, находитесь в каком-то векторе состояния. И проблема идентификации, то есть проблема ответа на вопрос, что такое человек, что такое я, касается в конечном итоге того, способны ли вы определить хоть как-то плотность вашего вектора состояния. Где вы? Вот в этой волновой функции, потому что в своей корпуске, в своей корпуске и в своем самосознании, мы, как правило, ошибаемся, если считаем, что это корпусково достаточно. Вот почему Фуко, например, пишет, что новое время это стало временем тотального человеческого безумия. Мы с вами живем, в общем, в тюрьме или в сумасшедшем доме. Это его метафоры. Мишель и Фуко. Вот почему он объявил смерть субъекта. Он не знает России, он знает только свою культуру и пишет его в сердце, что публикует. Вот почему Дали рисует такие страшные картины. Кто это? Это я. Что это? Из меня, из моих глаз, из моих ушей, из моих, потому что во мне живет змей. Тот самый библейский змей. Змей же хитрый, он умный, он способен создавать, творить, но он творит-то, змея культуру. И Дали страшно так рисует. Кто порождает смерть? Я. Что мне сделать, чтобы это порождение себе остановить? Ну, вот Иоаннеско. Видите, как он пишет? Он такой знаменитый тоже автор, наверняка вы его читали, кто-то, может, читал. Он пишет в конце 60-х, начале 70-х, пишет, мы живем в хаосе, в котором никто не давно живет во Френции. Во Френции живем. В котором все совершенствуют недорожшие дирациональности. Самые низкие, самые, кажется, самые злодейшие свои ослепленности силы. Необходима срочная морализация политики. Иначе наступит та смерть человека, пишет он, которую некоторые французские идеологи, он имеет виду, в том числе Фуко, проглашают настроение вроде мрачной радости или расчарованного и жалкого цинизма. Куда деваться? И чем завершать? Если все-таки мы с вами исходим из того, что я попытался наметить, необходима каждодневная реанимация души. Говоря языком. Или, конечно, если обращаться к теории инертности, инертной массы, в которой пребывает мое сознание, моя психика, то это можно назвать необходимость антропологической ломки. Ломка означает, если я наркоман, то для того, чтобы мне вытекнуть немножко из этой чистоты наркомании, которая погубит меня, я должен сильно чего-то потерпеть. А с чего я могу начать терпеть? Ну, по большому счету, с чего России надо сильно терпеть сегодня, чтобы все-таки выбраться из этого страшного покрывала смерти? Это российские художники, которые публиковались в журнале «Русские репартии». Это «Российские репартии». Вы говорите, они задают, вот как выбраться? Вот что значит? Вот как? Потому что, если все так, то в самом деле геометрическое увеличение природных катастроф связано с самой, с проблемой моего сознания. Более того, с проблемой моего индивидуального сознания. Как выбраться? Тем более, что, повторяю еще раз, это необходимо с точки зрения опыта всей русской философии, которая сводится вот к этой форме или гулыги, я уже один раз ее показывал. У каждой культуры есть идея. Это необходимость с точки зрения философской культуры. И вот он пишет в последнее свое мнение русской идее и творце. Это предчувствие. Мы с вами не очень хорошо умеем мыслить, считает гулыга. Но у нас есть культура сердца. Сердце еще живое, душа еще дышит. Хоть одна предчувствие общей виды и все-таки мысль о всеобщем спасении. Может ли Россия сегодня взять на себя геополитическую ответственность не только с точки зрения, скажем, военной и какой-то еще другой. А вот с точки зрения, ну скажем, антропологической. Да, должна. Но для этого, как ни странно, нужна каждодневная практика. Вот эта вот антропологическая ломка. Это тяжело. Но есть ли у нас, ну скажем, шанс на то, чтобы у нас есть какой-то другой? Из всего опыта русской культуры, те, кто был на Пушкине, я показался это благодаря не помню, что ему тоже обозначить, в общем сводится к тому, что нам надо входить в так называемый пасхальный тритм бытия. Тем более, что он весь, с твоим всем проникнута самая лучшая так называемая русская культура. Пасхальность означает воскресность, восстановление. Даже если придется уйти в другой там пространство, временной там план, но надо начинать его вот каждодневно. с точки зрения физики это попытка выйти во второй закон Ньютона в новое ускорение, которое даст ему новую инерцию. Инерция означает такое состояние физического тела, в котором он пребывает в покое или в прямолинейном движении, когда все силы на него равновешены. Мы можем всю жизнь оставаться в инертной массе своей самодостаточности и не заметить того, как в меня поселилась смерть. Вот Кантарьот поселилась, поэтому так трудно моральный принцип осуществлять на практике в практическом разуме, потому что другого нет. Как я могу доказать то, что я человек? Только действую по совести. Вот одна дверь, но только окошко. Я предлагаю, например, молодым людям, если они еще не успели испортиться, ну как я, я в юности быстро испортился, я был обречен на то, чтобы испортиться, я предлагаю хотя бы начинать попытки делать, если вы еще все-таки если вы вообще очень хорошие, идете в Бога хорошие, начинать себя мучить в плане морального принципа. И может быть вы откроете эту дверь широко и тогда может быть у вас появится новое дыхание, потому что возникнет новая частота. Моральный принцип это переход, говоря из хобб физики, в новый вектор состояния. Это такая более высокочастотная душа. И тогда появится какой-то шанс. Ну а все-таки последний ответ, но это уже мое убеждение, это все-таки способность войти вот в эту реанимируемую сегодня в России. С моей точки зрения это один из самых последних шансов для будущего. Поэтому я выхожу за рамки философии и говорю о том, что это попытка реанимировать душу, в том числе через возрождение христианской христианского вектора состояния. Весь вопрос как его достичь в каждом своем пути это вам уж решать. Но это нечто совершенно уникальное. Потому что в общем-то к сожалению хоть многие на западе все-таки сопротивлялись и есть до сих пор те, кто и сопротивляются. Все-таки Бог там мертв. Это философский принцип. И все философии начинаются с этого. В русской философии я не беру советское время. хотя там тоже были такие. Он жив. И может быть надо постараться с ним все-таки увидеться. Встретиться. Большое спасибо, что вы выдержали этот прессинг. Очень много. Есть с вами с вами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok